Минус 7 это днём, а с утра гораздо холоднее. Поднимем, словом, слабый мороз. Так уж и мороз. Ну, не удивляйся, это понятие взято из условной шкалы синоптиков. Так, от минус 10 до минус 20 считается, что мороз умеренный, а вот минус 50 практически катастрофически. Ну, кстати, даже при минусовых температурах прогулки на улице могут быть комфортными. От чего это зависит, знает Галина Исаева. Каждый человек обладает определенным запасом прочности, то есть способностью безболезненно переносить до определенных пределов изменения температуры и влажности воздуха, атмосферного давления, интенсивности солнечного облучения. Однако запас прочности у разных людей далеко не одинаков. Он зависит от пола, возраста, состояния здоровья, тренированности и других факторов. В физиологии считается, что самыми благоприятными условиями для существования человека, когда он чувствует себя комфортно, является диапазон температуры от 18 до 23 градусов, влажности воздуха от 50 до 70 процентов, скорости ветра до 5 метров в секунду. Такие метеорологические показатели можно назвать зоной комфортности погоды. Эти условия в нашей местности наблюдаются летом. Но существует и другой подход в определении комфортности погоды. На протяжении года сменяется 4 сезона, и для каждого присущи свои комфортные погодные условия. Например, в чудесный зимний день, когда мороз и солнце, человек, одетый по погоде, чувствует себя не менее комфортно, чем летом. Весной при тихой солнечной и теплой погоде, примерно от плюс 10 до 17 градусов, человек, глядя на распускающиеся листочки, приходит в прекрасное расположение духа. Ему становится комфортно. То же самое происходит и осенью. В солнечный и теплый по осенним меркам день человеку, не обремененному плохими мыслями, приятно наблюдать за угасанием природы. Получается, что комфортные условия могут быть как в теплое, так и в холодное время года. Для того, чтобы человек чувствовал себя хорошо и комфортно в любое время, необходимы условия – чистый воздух, яркое солнце, слабый ветер и одежда по погоде. Любое отклонение этих условий влечет за собой уменьшение комфортности погоды. Сильный ветер и осадки могут ухудшить показатель комфортности вплоть до нуля. Этот крайний случай может наблюдаться при урагане. Свести комфортность к нулю могут также крепкий мороз или сильная жара при порывистом ветре. Кстати, определить показатель комфортности можно с помощью номограммы, специального графика. Так, дискомфортными считаются метеорологические условия, при которых показатель комфортности будет находиться в зоне от 0 до 7,4 баллов. Благоприятные условия наступают, когда показатель становится 7,5 до 10 баллов. При таких значениях температура воздуха равна 23 градусам, влажность 50-70%, наблюдается слабый ветер и солнечная погода. Пока плюс 23 нам не видать, поэтому будем наслаждаться последним месяцем зимы, ждать наступления весны, а там и лето не за горами. Галина Исаева, Сергей Мякишев, Сибур, Форум-бюро.